Мы с вами знаем, что живем в век информационных технологий, и поэтому одной из основной проблем, которая стоит сейчас перед человечеством, является проблема увеличения скорости передачи, обработки данных, проблема больших данных, проблема искусственного интеллекта, нейросетей. Все эти технологии информационные предполагают увеличение скорости работы с информацией. Мы знаем, что самым лучшим средством доставки информации является оптическое волокно. Оно позволяет вам в дом-интернет привезти, оно лежит на дне океана, то есть позволяет на многие сотни тысяч километров передавать информацию в виде оптических пучков. Но дело в том, что скорость современных оптоволоконных линий достигла своего предела. Причем этот предел продиктован фундаментальными законами природы. Мы работаем с оптическими вихрями. Их название отражает тот факт, что энергия в таких пучках распространяется по спирали. Завихряется, как у вас, если в раковине сливается вода, она двигается по окружности, завихряется. Вот здесь то же самое, только это энергия электромагнитная. И вот это движение по окружности этой энергии, ее завихрение, как говорят, создает новую степень свободы. То есть это новая физическая характеристика лазерного пучка, и на ней можно дополнительно кодировать информацию. Чтобы кодировать информацию, вы должны управлять параметрами этих вихрей. Интенсивностью, то есть насколько яркий вихрь, его чистотой, его состоянием поляризации. И самое для нас важное управлять его орбитальным моментом, который связан с циркуляцией энергии. И мы в данном проекте РНФ предлагаем новые прямо физические механизмы, как можно в оптических волокнах управлять, динамически управлять, то есть с течением времени контролировать параметры оптических вихрей для информационных технологий. Для того, чтобы управлять параметрами вихря, мы в оптическом волокне возбуждаем акустическую волну. Ну, звуковую волну, другими словами. И эта звуковая волна бежит, меняет свойства оптического волокна, и это изменение влияет на параметры оптических вихрей. И мы можем управлять через звук, управлять светом. Такое вот взаимодействие называется акустоптическим. Мы, ну, наверное, одна из самых мощных групп в мире, которая занимается проблемой именно передачи и управления такими вихревыми пучками в оптических волокнах. Вот здесь мы, ну, без скромности, ну, одни из лидеров, одни из лидирующих мировых групп. По мере реализации гранта, по мере того, как у нас появились некие финансовые возможности, мы стали покупать оборудование, мы привлекли наших здесь местных физиков, экспериментаторов в области оптики. И вот после четырех лет реализации РНФ и покупки оборудования каждый год, мы создали с нуля новую лабораторию, новое научное направление, как в университете, так на самом деле это новое научное направление в мире. Когда мы занялись этой тематикой, оказалось, что в мире отсутствует правильная, корректная, вообще, модель представления о том, как в волокнах звуковые волны влияют на световые волны, на оптические волны. То есть некая модель была, но она была очень искусственная, и мы сумели, во-первых, показать ее несостоятельность, ее логическую, так сказать, противоречивость, и, во-вторых, выдвинуть новую модель акустро-оптического взаимодействия в волокнах. Сформулированная правильно модель вам позволяет исследовать более сложные процессы взаимодействия света и звука в волокнах, что мы и сделали. Мы перешли к изучению того, как уже акустические вихри влияют на оптические вихри. То есть и у звука, и у света он может существовать в форме вихря. То есть и там, и там энергия циркулирует. В одном случае оптическая, а в другом случае звуковая. И вот как эти характеристики друг на друга влияют, мы смогли теоретически описать. Это тоже абсолютно пионерские результаты, которых до этого никто не мог даже подступиться к такой задаче, потому что не обладал правильным взглядом на природу этого взаимодействия. И нам удалось установить новые способы модуляции интенсивности оптических вихрей, опять же, для информационных технологий. Новые способы смещения частоты оптических вихрей. Новые способы реализации логических элементов. Нам удалось установить существование новых процессов передачи, трансформации так называемых угловых моментов от фотонов к фононам. Когда я говорю угловой момент, легко пояснить, что это. Когда у вас Луна вращается вокруг Земли, за счет того, что она вращается, у нее есть три важных физических величины. Это энергия, это импульс, и за счет вращения это момент импульса или угловой момент. То есть, если что-то вращается, есть угловой момент. А мы с вами сказали, что в вихрях энергия вращается, завихряется. Поскольку она завихряется, возникает угловой момент у фотонов. Поскольку акустически это тоже вихри, в них тоже вращается. Есть угловой момент у фононов. И вот как эти две физические величины, когда фотон с фаноном сталкиваются, разлетаются, себя ведут, от фотона передается к фанону, или трансформируется из спинового в орбитальный. В общем, мы описали ряд совершенно новых фундаментальных процессов на этом уровне. У нас есть еще одна очень большая часть исследований в рамках этого гранта. Это так называемые оптические волоконные резонаторы. Что это такое? Представьте себе, шланг у вас лежит в гараже, намотанный, смотанный. Но по шлангу вода может распространяться только внутри шланга. Запустили, она бежит по этому навитому шлангу. Если мы представимся, что это волокно, и запустим туда не воду, а свет, то оказывается, что витки этого шланга волокна, которые касаются друг друга, там происходит следующее. Свет может бежать по волокну вдоль него, а может, как говорят, перескакивать, туннелировать из одного витка в соседний. То есть у него есть два пути распространения. Естественный, так сказать, и вот этот вот через туннелирование. И такие системы образуют резонаторы, так называемые. И вот мы развели целое новое научное направление о том, как оптические вихри ведут себя в оптических резонаторах. Мы этот вопрос всесторонне исследовали и показали, в частности, что такие системы резонаторные можно использовать для создания линий задержек для вихрей. Это исследование имеет цель, еще раз, создать фундамент, и мы его создаем, сделать шаги необходимые, чтобы прийти, безусловно, к прикладному этапу разработки. Разработки конкретного конечного устройства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова